Здравствуйте! Это праздничный выпуск на ННТ в студии Махачкорбанов. И коротко о том, что сегодня вы увидите. Наступил священный праздник для мусульман у Розабайрам. В центральной джума-мечети Махачкалы собрались тысячи верующих, чтобы совершить праздничную молитву. Подробнее через минуту. Громкий стук в дверь и радостные крики детей. Так началось праздничное утро. Для детей самая приятная традиция – собирать сладости. О празднике и как его отмечают дома, узнаем чуть позже. Чтение аятов из священного Корана, стихотворения на русском и родных языках. В Белоруссии в Минской соборной мечети прошли дни культуры мусульманских народов. Наступил священный для мусульман праздник у Розабайрам. Один из главных его символов – это совершение коллективной праздничной молитвы. В центральной джума-мечети Махачкалы собрались тысячи верующих. Хамзан Нурмагомедов расскажет, как прошло богослужение. В 6 часов утра люди собираются к главной мечети столицы. Из минаретов звучат слова восхваляющего Творца. Скоро начнется праздничная молитва. Перед молитвой мусульмане выплатили обязательную милостыню – закат уль-фитр. Сумма за одного человека варьируется от 45 рублей и выше. Эти пожертвования в виде продуктов, питания и денег получат нуждающиеся люди. На праздничную молитву в центральной мемчеть пришли порядка 10 тысяч мусульман. Перед ними выступили имамы и представители власти региона. Сердечно поздравляю вас от имени главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова со светлым праздником в Розе-Байран. Я надеюсь, что этот опыт, который мы получили в этот месяц, те благие дела, которые мы совершили, та наша богобоязненность, которая укрепилась за этот месяц и нравственное совершение, совершенствование, укрепится и в другие месяцы мы тоже будем совершать. После слов поздравлений имам вступил в праздничный намаз, а за ним все верующие в мечети. По его завершению духовный лидер мусульман обратился с мольбой ко Всевышнему. Таким образом проводили месяц Рамадан. Мусульмане стали поздравлять друг друга, желать мира, принятия поста и добрых дел. Очень благородно прошел этот месяц. Я хочу поздравить всех мусульман с этим благословленным праздником. Пожелать крепкого имана, благополучия и крепкого здоровья всем всеми. Амин. Месяц пролетел, не успел наступить, но как могли старались, а теперь только уповать на Аллаха. Иншала, дай Аллах, чтобы все принял, все, что мы совершили, мы от чистого сердца. Желяю мира, добра, чтобы все жили дружно и без войны. Я старый человек, 84 года, я даже не чувствовал, как пошел, быстро пошел. Никаких голод, никакой норв. Аллах регулировал погоду тоже. Жаркость не было, очень хорошее было. Есть и грусть, но есть и радость. Но иншала, есть и надежда, что до следующего месяца Рамадана надежда дожжем, иншала. Теперь из мечети мусульмане направятся к родственникам и друзьям, чтобы разделить с ними свою радость. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал Ананте, Махачкала. Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмата Фанди поздравил верующих с праздником Ураза Байрам. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. С огромной радостью, искренним восторгом и признательностью ко Всевышнему приветствую вас. Поздравляя всех нас, воздаю безмерную благодарность Создателю за предоставленную возможность увидеть месяц Рамадан и совершить в нем всевозможные поклонения. А теперь и возрадоваться празднику разговения Идальфитр. Вместе с тем, благодарю Аллаха за то, что мы имели возможность проводить коллективные ифтары, раздавать милостыню, совершать тарових намазы. Очень важно воздавать безграничную благодарность Всевышнему за эти и другие блага, ведь совсем недавно мы были неожиданно лишены многих из них. Помимо выражения ежедневной благодарности Творцу, призываю вас всех продолжать совершать благие дела и то, чего вы неизменно придерживались в течение месяца Рамадан, читать Коран, помогать близким, раздавать милостыню и т.п. Прошу Всевышнего даровать всем силы терпения, не возвращаться к небогоугодным поступкам. Бесценную награду за соблюдение поста можно заслужить только искренностью и богобоязненностью, противостоянием, удовольствием этого мира и страстям своего эго. Ведь истинное счастье заслужит лишь тот, кто на своем жизненном пути придерживается пути священного Корана и сунны Пророка, мир ему и благословение. Уважаемые братья и сестры, искренне прошу Создателя принять все наши благодеяния, совершенные в месяц Рамадан. Все, что было сделано с искренним намерением, да воздаст Всевышний в многократном размере всем вам, а вместе с вами и тем, кто имел намерение, но по каким-то причинам не смог воплотить их. Желаю всем милости Создателя, здоровья, добра и всего наилучшего в обоих мирах. Аминь. Говорится в поздравлении. Поздравил дагестанцев с праздником также и в Рио главы республики Сергей Меликов. С чувством искренней радости поздравляю всех дагестанцев с праздником Ураза Байрам. Этот великий для миллионов мусульман день знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, являющегося символом духовной чистоты, доброты и милосердия. Для верующих Рамадан еще одна возможность проявить высокие человеческие достоинства, выдержать испытания постом, очиститься от всего греховного. В республике принято широко отмечать этот особый праздник, опираясь на многовековые религиозные корни и культурные традиции. Дагестанцы собираются вместе, обращаются к Всевышнему, накрывают праздничные столы, обмениваются подарками и благопожеланиями. «Уверен, что празднование Ураза Байрам еще более сблизит всех нас, придаст силы для дальнейшего нравственного самосовершенствования и созидательной деятельности. Пусть светлые помыслы и устремления этих дней укоренятся в сердцах людей, станут верными и надежными спутниками на жизненном пути. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах», – сказал глава региона в своем поздравлении. К празднику Ураза Байрам принято дарить подарки, а особую трапезу разделяют с семьей и близкими друзьями. Для детей самая приятная традиция – собирать сладости. Как в Дагестане отмечают праздник, подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. Сегодня многие жители Махачкалы проснулись не от звонка будильника, а от стука в дверь. По традиции дети ходят по домам и собирают угощения, ну а взрослые тем временем раздают подарки, готовят праздничный стол и принимают гостей. «Мы отмечаем очень красиво и очень хорошо. Вот детям с утра с шести часов открываем двери, раздаем все, что можем от души. Желаем здоровья, благополучия. Всем, всем, всем. Поздравляем старших, поздравляем маленьких. Ходим по домам. Вот родственников уважаем, родственников встречаем». Самая важная часть праздника – посетить старших родственников. По словам Вагаба Казибекова, эта традиция весома, так как в религии проявление уважения и милосердия к старшим имеет большое значение. «В основном до обеда дома бываем. Вот сейчас соседи придут, дети проходят, родственники созваниваются, перезваниваются. После обеда идем к старших. Мать надо к матери, к родителям. В основном к старшим надо будет заехать, посидеть, пообщаться. То есть посетить старшего – это обрадовать». У ребят особая миссия – собирать сладости. С самого утра маленькие дети с большими пакетами заглядывают в каждый дом. Везде им рады, ведь искренняя детская улыбка и поздравления – самый приятный подарок. «Собираем конфеты. Все радостные, все добрые, все такие хорошие». «Это уже окончание священного месяца. Уже проходят все испытания, то, что мы держали у разу, и это все наступает облегчение. Во-вторых, конечно же, многие дети идут собирать конфеты, люди ходят друг к другу по гостям, становится весело». «Этот праздник все мусульманные любят, не то, что потому, что там конфеты собирать и все такое, но, что он священный, там гости собираются, там, в семье, вместе, в один дом, за один стол». «Мне он очень тем нравится, что можно гулять утром, вставать с друзьями, но и гулять, собирать конфетки. Но это очень весело, и на это дается очень много времени. Ну, это не только веселье, но и интрига, что тебе попадется, не знаешь». «Праздник длится три дня. Этого времени хватит, чтобы встретиться с близкими, раздать милостыню и посетить могилу родственников. А герои нашего сюжета передают всем дагестанцам самые искренние пожелания». «С праздником вас за войнам!» Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Белоруссии, в Минской соборной мечети прошли Дни культуры мусульманских народов. Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с богатой культурой народов Дагестана, Чечни, Адыгеи и Ингушетии. Среди приглашенных гостей были и именитые спортсмены с Северного Кавказа, представляющие Республику Беларусь на мировой арене. Мероприятие посетил помощник муфтия Республики Дагестан Казим Тимирбулатов. Чтение аятов из священного Корана, стихотворение на русском и родных языках. Практически все выступавшие были в национальных костюмах, что создало особую атмосферу. В вестибюле здания муфтията состоялась и выставка национальной культуры Северного Кавказа. Мероприятие завершилось ознакомлением с вкусной и неповторимой кавказской кухней. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Еще раз с праздником, всего доброго, до свидания.